Всем привет! Меня зовут Анастасия Пешихонова. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Записывать видео это очень-очень сложно. Я никак не могу собраться, никак не могу подобрать нужные слова. Но надеюсь, что вам понравится то, что будет происходить в этом видео и на этом канале. Первое видео, которое я запишу, будет об уборке, об мотивации на уборку. Убираться я буду в нашей новой квартире, в которую мы въехали совсем недавно. Мы здесь провели капитальный ремонт, квартира новостройка. В квартире проживаю я, мой муж и наша кошка. Начну убираться я с нашей спальны. Ну и дальше, походу, на сколько мне хватит. Кому интересен такой формат, прошу присоединиться к просмотру данного видео. Кому не интересен, можете об этом написать в комментариях. Ну или пройти дальше. Также буду очень рада вашим пальчиком вверх, если вам понравилось это видео. Ну и если не понравилось, можете поставить дизлайк, меня это особо не огорчит. Ну а теперь, собственно, приступим к уборке. Ну и начнем, наверное, с обзоров масштабов трагедии, скажем так. Вот так выглядит наша спальня до уборки. Мебели у нас еще мало. Должны заказать в скором времени прикроватные тумбы. Столик это со старой квартиры. Заказала на Алиэкспресс для нашей кошки вот такой вот домик. Но пока она особого интереса к нему не проявляет. Ну и, собственно, вот хозяйка этого домика. Знакомьтесь, наша кошка. Зовут ее Доня. Сейчас она спит. Привыкает к квартире, потому что мы здесь находимся пару дней. Никак не может привыкнуть. Вот виляет хвостом. Видимо, не сильно рада то, что я ее снимаю и мешаю ей спать. Она никак не может выспаться за эти два дня. Очень плохо спала, потому что все-таки новая обстановка. Нужно все пройти, проверить, обнюхать. Квартира двухкомнатная. Времени нужно на обнюхивание много. Пока у нас нет штор, поэтому мы спасаемся подручными материалами, скажем так. Перекрываем свет листом гипсокартона остатками и подложкой бот-ламинат. Все, что осталось. Вид из окна у нас вот такой. Там, получается, облагораживают территорию, достраивают. Детскую площадку. И рядом здесь вот тоже идет стройка соседняя. Так что постоянный шум, песок и пыль. Но надеемся, что в скором времени уже все достроится. И шума, и песка будет меньше. Но вид меня радует, по крайней мере, из нашей спальни. Ну а теперь, собственно, приступим к уборке. Поначалу я решила заправить красивую кровать, насколько это возможно. Так как я мерзну, я решила так же не накрываться просто пододеяльником, как обычно. А в этот раз заправить пододеяльник одеяло. Потому что у меня горячий, как печка, а я вот мерзну постоянно. Не очень люблю заправлять одеяло в пододеяльник. Это самая ненавистная моя работа. Пока у нас подушки и одеяло со старой квартиры. Но в скором времени мы подкопим денежек. У нас небольшие финансовые трудности, потому что мы делали ремонт. Да, потом поехали в отпуск. Ездили мы в отпуск на Камчатку, дальше в Санкт-Петербург. И поэтому на некоторые вещи, денежек у нас не хватило. Но в ближайшее время мы подкупим. И купим что-то новенькое. Далее я решила протереть пыль. Также пыль в двери. Очень много строительных пылетов, так как квартира новая. Я думаю, кто сталкивался с новой квартирой, везжал в новую квартиру, меня поймут. Также я решила протереть пыль туса, помылить наш шкаф-гардеробную. Хоть он и белый, но на свет, когда смотришь, там остались какие-то ляпки, тяпки. Видно, что горочки мебели, те, кто собирали нам мебель, поставляют свои следы. Я решила от них избавиться. Далее я решила помыть подоконник. С подоконником у нас и батареи. С подоконником у нас какая-то беда. Он у нас в чем-то во всем желтом. Нет желтый, нет лаза. Можно говорить, что это какой-то клей. У нас старенький вентилятор с прошлой квартиры. Так как у нас очень жарко, что странно. На севере обычно не сильно жарко, но в этом году лет нас радует. В общем, подоконник. Насчет подоконника. Он у нас в чем-то желтом. Ему говорят, что это какой-то клей от пленки, которая взбирается, смывается с подоконника. Скажем так, когда он еще находится на стадии установки. От пленки я не смогла. Я терла сифон. Блую губкой, потом еще и маминовой губкой. Ну, чтобы мы не получили. Далее я решила протереть полы. Пол я не мылась в квартире вчера полностью. Ну, так у нас кошка, плюсья слишком сильно. Как я говорю, с повышенной волосатостью. Поэтому приходится протирать уже начало. Ступлю строительные плитки, как я уже говорила ранее. Далее я решила протереть немножко еще и в коридоре. Потому что увидела на свет кошачьи волосы. Не очень люблю, когда пыльно. В ближайшее время планируем купить робот-пылесос. Мы теперь обрадим одно удовольствие. Как может показаться на первый взгляд, ничего не изменилось. Но на самом деле, все-таки что-то изменилось. Прошел где-то час, как я затеяла уборку. Лист гипсокартона и подложка для ламината так и будет пока здесь. Пока нам не придут шторы и мы не купим тюль. Заказала шторы блокаут в Икеа с листиками такие красивые. Попозже сниму, покажу, как это все выглядит. В общем, я заправила кровать. Помыла полы. Протерла пыль. Помыла шкаф. Протерла двери. Немножко также помыла полы вот здесь вот в коридорчике. Хотя, в принципе, пол во всей квартире протирала я вчера. Мыла. Двонечка. Сегодня решила помыть еще раз. Вот моя девочка отдыхает у себя в будочке. Ну ладно, не буду тебе мешать. Так же протерла ее плед-лежанку. Вообще, конечно, это не ее, но она быстро все может оккупировать. И потом у нее едва отвоюешь. Так же этот столик. Он будет стоять здесь какое-то время, пока мы не прикупим себе тумбочки. Прикрыватные. Вот. Потом он, возможно, перекочует либо на балкон, либо на помойку. Ну, или на барахолку. Посмотрим. Вот. В общем, выглядит все это вот так. Результат моей уборки. Возможно, вам покажется, что не было особо грязно. И стало особо нечисто. Вот. Ничего не изменилось, но для меня изменилось. Чувствуется свежий воздух, что можно теперь легче дышать. Сегодня я закончу свою уборку. Могу показать вам часть квартиры. Как у нас, что вообще выглядит. Вот так вот, в принципе, выглядит входная дверь и коридор. Вот такой вот большой шкаф с зеркалами и с мягкими элементами. Вот. Дальше. Дальше мы проходим. Здесь вот у нас спальня, в которой я убиралась, собственно. Далее у нас по курсу туалет. Не пугайтесь. Здесь, потому что у нас не везде прибрано. Мы только в процессе переезда. Далее ванная комната. Тоже не совсем все прибрано. Вот. Но выглядит это все вот так. Прибираться в ванной комнате буду уже завтра. Так. Далее. Далее у нас кухня. Все. Это как-то выглядит тоже вот так. Так как я сказала, что мы в процессе переезда. Окна у нас еще грязные. Вид из окон я не знаю, буду показывать или нет. Но, как я говорила, там, наверное, промелькивает, проблескивает. Стройка идет у нас под окнами. Вот. Везде есть еще пыль, везде есть еще грязь. И много что нужно прибрать, убрать, докупить. У нас еще нет варочной панели. Только вот такая вот плитка сдачи, однокомфорочная. Нет, получается, духового шкафа, холодильника, соответственно. Нет посудомоечной машины, нет также штор. Шторы ждем в ближайшее время, так же, как и в спальню. Нет, получается, стола, стульев. И здесь у нас по плану еще должен располагаться небольшой диванчик. Ну, много чего нет. Но мы, скажем так, работаем над этим. Сейчас мы находимся в отпуске. Поэтому, ну, где-то через месяц-полтора, я думаю, что мы уже поднакопим и докупим то, что нам нужно по мере необходимости. Это у нас гостиная. Здесь вообще есть где разгуляться. Ничего здесь у нас нет. Абсолютно пусто. Стул также перекочевал из старой квартиры. Он пока что временный. Единственный стул в нашей квартире. Тут всякие чемоданы и прочее. Кстати, вот эти вот дверцы, это будущий шкафчик в туалетную комнату. Я думаю, что в ближайшее время мы его покрасим в белый цвет. Муж у меня все это привинтит, прикрутит. И покажу вам, возможно, процесс сборки этого шкафчика и покраски. Возможно, не покажу. Возможно, покажу конечный результат. Но посмотрим. Далее вот здесь у нас такой балкон. Тоже стекла еще не помыты. Извиняюсь за это заранее. Вид, конечно, у нас очень-очень шикарный на балконе. Тоже тут какие-то строительные материалы. Панорамные окна у нас. И вот такой вид из окна. Стройка, 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 стройка. Здесь тоже у стройка. И та детская площадка, которую видно из спальни. Также у нас еще грязные зеркала. Надеюсь, это видно. Нет, это видно. Ну так вот. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Буду продолжать записывать другие ролики. И надеюсь, на ваши пальчики вверх. Они мне будут придавать мотивации. Со всеми прощаюсь. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok